Твоё слово. Спасибо огромное. И Василий Леберте, и Ольга Николаевна, спасибо вам, что отменивали эту встречу. Сегодня мы расскажем про наш проект, гайд по интеграции и миграции во Франции. Я начну с того, что расскажу про краткую предысторию этого проекта, и позже передам слово нашим коллегам, которые расскажут уже подробнее про сам гайд. Сегодня у нас выступаю я, меня зовут Борис Миниченко, я буду выступать модератором этого проекта и этой встречи. Я социолог и студент Высшей школы социальных наук в Париже. Дальше у нас выступает Елизавета Чой. Она лидировала этот проект последние несколько месяцев. Она юрист в геополитфорте, выпускница Пари Пантеон Сарбона и последующая жил политик. Лиза очень хорошо разбирается в теме социальной сферы и в теме интеграции во Франции. Она выступала нашим экспертом на этом проекте. Позже выступит Ольга Свесарева, одна из наших ключевых волонтеров этого проекта, координата проекта и адвокат, специализирующийся на консультациях по элокации. И в конце нас с заключительными словами выступит Ольга Прокопьева, представитель ассоциации Руси Либерты, который активно участвовал в этом проекте на всем его протяжении. Сейчас я расскажу немного о предыстории этого проекта. И мы начали его делать прошлой весной, где-то в марте. Как только началась война, я лично оказался сам в эмиграции и при этом понимал, что вокруг меня есть сеть поддержки. У меня есть знакомые во Франции. Раньше я учился во французском университетском колледже при МГУ и понимал, как поступать в университеты Франции, понимал, как здесь интегрироваться и знал, насколько это сложно. И по своему опыту я понимал, что человек один не справится. Я видел многочисленные вопросы в чатах, которые представляются. И самая простая идея была в том, чтобы создать гайд, аналогичный тому, который тогда вели гайд про элокации, но более детально специализируешься именно на Франции, потому что мы понимали, что то, как описывают сейчас в гайде про элокации, имеет фокус только на первый момент эмиграции. Но что делать человеку потом, это очень долгий процесс интеграции, который самостоятельно человек не сможет пройти. И наша идея была в том, чтобы, с одной стороны, помочь людям интегрироваться, помочь им сохранить автономию, помочь всем людям, которые бегут из Украины, из Белоруссии, из России, с тем, чтобы здесь по максимуму сохранить свою траекторию и постараться не попасть в ситуацию Думан-Дазиль, которую мы рассматриваем как самый радикальный случай. Потому что в этом случае у человека сильно меняется его траектория и сильно падает качество жизни. В целом, это очень тяжелый путь. Поэтому мы хотели сделать такой вики-проект, где будем по максимуму рассказывать друг друга, делиться информацией о том, как во Франции можно открыть ИП, как во Франции можно поступить в университет. В общем, создавать простые инструкции в формате вики-проекта именно, где люди будут подключаться и через широкую сеть волонтерства добавлять друзей и так редактировать. Так мы провели первые полгода. И изначально я презентовал этот проект на Махакатоне Hack for Peace ассоциации Learning Institute. Там я рассказал про этот проект. Мы набрали первых волонтеров и пытались сделать первые проекты в виде вики-инструкций. Сделали первые инструкции, но понимали, что дальше нужно будет их как-то наполнять, проверять информацию. И нам предложила помощь ассоциация Росси Либерте. И Елизавета Чой выступила здесь просто долгожданным экспертом. Она прекрасно разбирается в том, как пройти путь интеграции во Франции. Она написала огромное количество статей. Изначально она писала на французском, но мы уже набирали волонтеров, которые могли бы переводить эти статьи и дополнять их, редактировать и вычитывать. Вот. И так мы дошли до этого момента. Нам присоединились ключевые наши волонтеры, в том числе через всякие иммигрантские чаты типа «Полит Парижа» или через ассоциацию «Азиленфо». В общем, мы распространяли информацию об этом проекте, набирали волонтеров. И с огромной помощью ключевых наших волонтеров мы смогли завершить этот проект. Дальше я передам слово Елизавете. Она подробнее расскажет о самом гайде в том виде, который сейчас он принял. Лиза, ты готова? Да, спасибо. Меня зовут Елизавета Чой, и я руководила написанием этого гида в нынешнем виде, в котором мы вам сегодня его представляем. Значит, с сегодняшнего дня мы, собственно, расширим ссылку на этот гайд, и вы сможете прочитать уже достаточно большую часть статей, готовых и переведенных. То есть в общем и целом мы планируем около 102 статей, и на данный момент примерно 75% уже вынесены в тот вид гайда, который будет вам доступен по ссылке, которую мы сегодня расширим. Значит, что есть в этом гайде? Гайд разделен на две части, как уже об этом говорил Боря. Значит, первая часть охватывает ту публику, которая еще находится в стране эмиграции, то есть в какой-то русскоязычной стране, в России, Украине, Белоруссии, Казахстане и так далее. И эта часть, соответственно... Боря, а можно показать сам сайт? Сейчас видно? Да, чуть-чуть пониже спускаемся, чтобы была видна первая часть. И, соответственно, эта часть, она рассказывает о том, как принять решение, как сделать документы, или как быть, если делать документы нет возможности, также в этой части очень крупные информативные статьи по поводу международной защиты и также какие-то бытовые вопросы по поводу того, как подготовить вещи, животных, ребенка, документы и так далее. Самая крупная часть этого гида это рассказ о том, что делать, будучи уже во Франции. Можно чуть-чуть спуститься, Боря, еще? Вот, отлично, спасибо. Значит, в этой части вы найдете много подотсеков. Значит, самая важная, наверное, часть для всех будет бюрократия во Франции. То есть в этой подчасти мы расскажем про все самые важные административные процедуры, которые нужно обязательно пройти, но также мы расскажем и о социальной помощи, и о медицинской, о том, как купить машину, о том, как жениться, развестись, родить ребенка, зарегистрировать бизнес или ассоциацию, валидировать свои навыки, найти жилье в частном секторе, социальном, или какое-то временное убежище, поступить на учебу и так далее. Также со временем в этом разделе появятся так называемые культурные статьи об инклюзивности, о том, что такое, допустим, право женщин во Франции, как они защищаются, что такое право ЛГБТ, как смотрят французы на экологию и так далее. То есть это самая большая часть гида, она рассказывает именно про Францию. В общем и целом статьи не только имеют административный и культурный характер, но также и очень практичны. Например, наша статья о том, как искать работу, перечисливает все ссылки на самые главные статьи поисков работы. Давайте вместе посмотрим одну из статей. мы посмотрим статью, пожалуйста, Боря в жилье «Заселение в квартиру». То есть вот это вот одна из готовых статей, и на примере этой статьи я вам покажу, как устроены все статьи и как их читать. Значит, у вас, естественно, есть название и краткое описание того, что есть в статье. Боря, можно чуть-чуть повыше. То есть статья называется «Заселение в квартиру» и написано, что в этой статье можно прочитать, учитывая, что все вопросы близкие к заселению в квартиру точно так же освещаются в статьях вокруг этой статьи. То есть выселение у нас тоже есть как статья и так далее. и так далее. То есть в этой статье конкретно только про заселение. Дальше у вас есть «Сомер», то есть внутреннее строение статьи. И, собственно, сами подразделения статьи, на которые нужно кликать, и они разворачиваются. То есть таким образом вы можете не читать все подряд, а вот если вам интересен только залог, вы сразу можете читать про депозит. Вот. Как вы видите, мы постарались подчеркнуть графически все самое важное в статье. Раскрой еще, пожалуйста, какой-нибудь текст. Вот, например, мы всегда стараемся оставлять на французском языке все самые важные нерожения. Как вы видите, тут и таделье написано на французском. Всегда в начале статьи подписаны все самые главные выражения. Тут эту статью читать достаточно просто, потому что, как вы видите, все самое главное сразу выделено. Структура очень понятная и простая к прочтению. Борь, можно посмотреть, закрыть вот этот вот отдел и посмотреть немножко ниже. Совсем ниже. Вот. Все статьи заканчиваются одинаково. Сначала у вас есть полезные ссылки. то есть вот в этой статье у нас есть одна полезная ссылка. Это сайт организации, которая рассказывает о всех правах, связанных с жильем. Во Франции право на жилье это одно из прав человека. И все статьи заканчиваются вопросами. То есть, чтобы было легче усвоить всю эту информацию, мы придумали какие-то практические вопросы, на которые мы сразу тут же и отвечаем. И в самом-самом конце в некоторых из статьях еще чуть ниже, в некоторых статьях уже есть личный опыт авторов и читателей. То есть, пока что личный опыт, который есть, это личный опыт авторов. Но в будущем мы можем с помощью обратной связи добавлять и личный опыт читателей, чтобы статьи не оставались такими сухими и административными, но и была какая-то конкретика в виде примеров конкретных ситуаций. Во всех статьях, где это необходимо, мы также прикрепляем примеры документов. Допустим, в поисках работы мы там обязательно прикрепим СВЭ электродомотивацию, в международной защите мы обязательно прикрепили РИСИ, ДАЗИЛ и так далее, и так далее. Вот. То есть уже сегодня вы можете переходить на этот сайт и собственно начинать изучать статьи. И в ближайшее время мы закончим перевод нескольких оставшихся статей, и сайт будет полностью в готовом виде, и также мы собственно обязуемся стараться обновлять информацию по мере того, как принимаются какие-то новые административные законы и так далее. На этом я думаю все. Ольга, передаю вам слово. Спасибо. Можно еще сказать, я добавил форму, ссылку на форму обратной связи, она вверху сайта, там есть форма, можно ей воспользоваться. Ой, тогда, Бурь, можешь показать верх сайта, чтобы сразу было видно, где это? Там ссылка. Вверху сайта? Ну, чуть-чуть ниже этого введения, в конце этого введения. А форма обратной связи, вот. Вот, смотрите, вот здесь вот можно к нам напрямую обращаться с помощью Google Дока, мы сможем прочитать ваш месседж, и в зависимости от того, вопрос ли это, или там личный опыт, или предложение этой статьи, обязательно учтем ваш запрос. Спасибо. Спасибо большое. Я передаю слово тебе. Да, добрый вечер. Ну, наверное, я сейчас повторю что-то уже из того, что вы слышали, но скажу что-нибудь новое. Значит, я сама присоединилась к этому проекту полгода назад. Мне очень хотелось помогать иммигрантам, потому что я сама приехав во Францию в 2021 году, не зная французского языка, я прекрасно понимаю, какие сложности испытывает иностранец. То есть, во-первых, ты попадаешь совершенно в другой мир, на другую планету, где говорят на другом языке, и где применяется другое стереотипическое поведение. Ну, например, как вариант, человек въезжает в квартиру, и он не понимает, почему у него нет электричества. В России такое, в принципе, невозможно. Поэтому, конечно, такой гайд необходим для того, чтобы люди могли почитать и понять, что происходит, когда он делает то или иное действие. Второе, что мне нравится в этом гайде, это то, что он составлен профессионалами. Я сама юрист, и у меня есть такая внутренняя надстройка, я не очень доверяю вот этим всем сайтам, мне обязательно нужно, чтобы был закон, это такая профессиональная деформация. и мне очень нравится, что вот в этой команде я работаю именно с профессионалами, которые, во-первых, делятся своим опытом, и даже не только со мной, но и готовы поделиться со всеми. Это, кстати, одна из проблем, которая есть в наших сообществах, очень мало консультируют в чатах, консультируют прям по чуть-чуть, ну, как будто жалко. Мне кажется, если человек консультирует, исходя из состояния ресурсного, так сейчас можно сказать, ну, зная хорошо свой предмет, ну, не жалко делиться, потому что он знает гораздо больше. И, собственно, вот этот гайд, он построен на этой основе, он дает очень много информации. Если говорить про структуру, вот именно даже не про статьи, а про то, что есть в этих статьях, я бы еще отметила, что для меня вот этот гайд, это система координат для каждого, потому что кто хочет просто рекомендацию, он может найти рекомендацию. Кто хочет понять, на основании какого законодательства, построена вот эта рекомендация, он найдет ссылки на статьи. Плюс есть ссылки на официальные административные сайты, то есть также можно на них перейти, и это будут правильные, хорошие ссылки. Ну, собственно, даже, например, подать досье, не надо 25 раз искать, можно наткнуть ссылку и подать свое досье. Ну, и кроме того, мы также даем информацию еще на сайты, которые пишут какие-то статьи на французском языке, и тоже это важно, поскольку сайтов очень много, у нас все сайты проверены, и вся информация валидирована, то есть вы можете этим пользоваться, и если вы хотите пойти дальше, чем изучать просто рекомендацию «Сделай то-то», вы можете вот походить по этим, по всем ссылкам и составить для себя свое видение, как поступать вам в той или иной ситуации. Также, мне кажется, очень важно, что составлено на русском языке, как возможность перестроить свою систему координат, это идеальная возможность, где-то можно пробежаться глазами, а где-то можно задержаться и поизучать более подробно и перейти потом опять во французскую часть. Есть еще такие нюансы, вот, например, при составлении статьи, при переводе статьи по медицинской страховке, есть вещи, которые совершенно не присутствуют в российской системе, и хорошо, когда текст русский адаптирован, ну, русский перевод с французского языка адаптирован под наш менталитет русский, то есть это позволяет потом уже читая, понимать, ага, это вот про этот вид страховки, там страховок 5 или 4-5 штук есть в системе французской, при этом сами французы говорят, что нет, здесь все очевидно, все понятно, у нас этого нет, и поэтому вот, собственно, одна из полезных, одна из штук, которые полезны будут при пользовании этим гайдом, вот, перестроить эту свою систему восприятия, ну и также могу сказать, вот сама недавно я пользовалась этим гайдом, когда в какой-то бытовой ситуации надо было посмотреть, как должно быть, я прочитала статью, я походила по ссылкам, я составила большую претензию в страховую покупанию, мотивированную, юридическую, так что рекомендую, рекомендую прочитать, пробежаться и построить у себя в голове вот эту систему координат. спасибо большое, Оля, и на завершающие слова передаю слово Ольге Покорпиевой из Василии Берты. Да, спасибо. Ну, я только добавлю, что уже много было сказано, и для нас что было очень важно, то, что действительно гайд сделан профессионалами, вот, и это прям чувствуется даже из вашей презентации. Вообще, для Руси Либерте это первый такой большой проект на русском языке, и хочу сказать, что это вообще уникальный проект для нас, и я им очень горжусь, и горжусь именно тем, что он сделан при минимальном вмешательстве Руси Либерте, так как мы нашли таких крутых людей, как Лиза, Оля, Борис, которые прям взяли всем сердцем довести его до конца, и мы помогали только там привлечением волонтеров, там какие-то технические, финансовые моменты, и все. Вот, поэтому это очень здорово, что такая волонтерская коллаборационная работа смогла привести к такому профессиональному подробному результату, и мы очень надеемся, что теперь все смогут пользоваться этим гайдом, и это им облегчит жизнь во Франции, может кому-то даже это поможет принять решение не приезжать во Францию, если они будут читать его, находясь за границей, да, еще. Вот, но, да, вот, браво еще раз, и хочу сказать, что такой проект, мы, такого рода проекты наша ассоциация запускает регулярно, и мы очень рады всегда, когда новые люди к нам присоединяются и готовы тоже вести амбициозные, интересные для них в первую очередь, ну, и для всего сообщества, которое во Франции растет, да, русскоязычное сообщество, и будем рады поддержать проекты, дать импульс, дать какую-то институциональную поддержку со стороны нашей ассоциации. Если кто не знает про нас, вы можете посмотреть вот наш сайт russiterialiberte.org и наши соцсети, вот, ну, и, наверное, перед завершением мы готовы услышать ваши вопросы, вот, и, да, ссылочку на гайд мы вам сейчас, конечно, сбросим. Так что, если есть вопросы, не стесняйтесь. Боря, я думаю, можно выключить расширение дня экрана, чтобы мы друг друга... Пожалуйста, задавайте вопросы, если у кого-то появились вопросы. можно в чат. Добрый вечер, да, можно вопрос задать. Если у меня появится идея статьи, или я захочу поделиться личным опытом, могу ли я написать вам об этом, и если смогу, то каким образом. Спасибо. Мы будем очень рады новым волонтерам, если вы включете других волонтеров, потому что нам очень нужна помощь разных людей, людей с разным опытом, если у вас есть опыт предпринимательства, чего угодно, в общем, приходите к нам, будем очень рады, задавайте вопросы. Пока что можно задать вопросы через форму обратной связи на самом гайде, который мы показывали выше. Может, Владимир, может, позже присоединился и не увидел, наверное, да? Да, сейчас я... Покажешь еще раз. Там есть ссылка на форму обратной связи, если попросите, то там Оля, слесарева или кто-то еще с вами свяжется. Я думаю, человеку будет сложно сохранить себя в закладке, ссылку. Сейчас я покажу еще раз. Она там есть прямо на сайте. Форма обратной связи. Ну, прямо перед самым вводным абзацем после. Уточню, что нам можно писать и, значит, какие-то, допустим, заметки к существующей статье, и вопросы, и личный опыт, и предложения новых статей. И вообще просто пишите нам, нам будет очень приятно. Спасибо. Вижу вопрос еще в чате. Как будет происходить обновление статей в соответствии с новыми законами, положениями, постановлениями? Да, мы будем очень стараться отслеживать все, что происходит во французском праве, как у нас в основном костяки волонтеров, много профессионалов, в том числе и в социальной сфере. Мы, собственно, в любом случае следим за этим каждый день. И по этой причине, как только будут меняться какие-то законы, мы, конечно, будем обязательно обновлять статьи, менять ссылки и так далее. то есть мы будем самостоятельно это делать. Но также вот эта обратная связь тоже может отлично отвечать этому запросу, в том числе для каких-то таких более культурных статей. Например, у нас будет такая статья, как стоимость жизни, и если вы считаете, что ее стоит поменять, потому что инфляция и так далее, обязательно пишите нам об этом. Вижу благодарность, вижу вопрос Виталия, какие у вас требования к волонтерам-переводчикам? Ты прокомментируешь? Да, смотрите, такие требования, иметь желание переводить. У нас очень много людей из волонтеров-переводчиков, которые только что приехали и не обладают французским, переводят с помощью дип-оп и так далее. Главное желание, потому что статьи изначально уже написаны на французском, график у волонтеров абсолютно свободный, мы потом с Ольгой еще дополнительно редактируем переведенный текст, так что никаких особых требований, просто присоединяйтесь к нам, нам будет очень приятно. Это основная ценность нашего проекта, солидарность между волнами эмиграции. Как только вы приехали, вы уже можете чем-то помочь другим приезжающим. Спасибо большое, Лиза. Я вижу следующий вопрос. Оля, ты хотела что-то сказать? Да, я хочу уточнить, сказать Лизе, мы обсуждали момент, как мы относимся к ситуации, когда наши статьи будут использовать в обычной жизни. Да, по поводу того, как их использовать, пересылать и так далее. Значит, смотрите, мы писали, я писала эти статьи, по большей части тоже копируя какие-то части из официальных источников, перерабатывая более простой язык, сильно дополняя и лучше организовывая внутри статей. То есть вы, естественно, можете это в свободном доступе гайд пересылать кому угодно ссылки на эти статьи. Единственный важный момент, то, что мы гарантируем то, что эта информация актуальна, поскольку мы будем обновлять эти статьи, а когда люди копипастят, мы, соответственно, больше не можем гарантировать, что информация актуальна. То есть с копипастом осторожно, а так, пожалуйста, используйте в любой удобной вам форме. Спасибо большое и спасибо за вопрос. Следующий вопрос от Юлии, более личный и уже по конкретному есть. Дальше я прошу все-таки концентрироваться именно на вопросах о гайде, но раз вопрос задали, Юля подала заявку на титр в августе, а сейчас проверяет свой статус и не очень понятно, что значит не стали рассматривать, но никак не получат рецеписе, но мой здесь комментарий, наверное, надо обратиться к юристам, вот, и проблема в том, что мы не сможем вас консультировать по кейсу, но в Париже есть бесплатные юристы, которые могут вас проконсультировать, если вам меньше 29 лет, то есть специализированный центр, если больше, то все равно есть специализированный центр, Лиза прокомментируй, пожалуйста. Да, обязательно прочитайте нашу статью «Бесплатная юридическая поддержка». Я сам недавно ходил, мне помогла девушка, она с вниманием возникла с моим случаем и потом вернулась ко мне с ответом. В общем, очень советую это сделать. Дополнение есть какие-то вопросы? Юля, потом напишите в комментариях если... А, вы в Барген. Ну, начните с того, чтобы прочитать, потом, если что, форма обратной связи, но сразу скажу, что мы не сможем консультировать по личным кейсам, мы стараемся именно обобщить поддержку и направить в те организации, которые смогут вам помочь. Следующий вопрос от Алены. как предупредить читателей гайда, что жизнь не так красива и осуществлива? Мы старались, собственно, и в статьях показать, что не все так просто и что административные вопросы во Франции решаются долго, муторно, бывает много потерь документов и так далее. Так что на бумаге тоже не очень красиво. И в принципе эмиграция это один из самых сложных стрессовых моментов, которые может пережить человек. Даже обычная эмиграция, то есть ту, которую человек выбрал, психологами сравнивается с ситуацией, например, развода по уровню стресса, а когда это переезд, который собственно стал вынужденным, то тут и говорить нечем. У нас есть на эту тему несколько вводных статей в начале гайда. Вот собственно читатели, которым это интересно, могут посмотреть. Если вы позволите, я добавлю, что у нас есть первая статья, называется «Вы тоже думаете об эмиграции». Я иногда ее читаю, перечитываю, потому что она так хорошо раскрывает вот эти психологические стадии, которые проживает эмигрант, и иногда смотрю, ну какой же я там сейчас уже стадия. Так что советую почитать. Там понятно, что все непросто. Да, и, к сожалению, каждую из инструкций, я думаю, слушатели понимают, мы понимаем, что каждую из инструкций уходит куда-то в бесконечность, потом на каждом из этапов ты сталкиваешься с новым шагом, у тебя меняется жизнь, у тебя появляются, возможно, дети, ты становишься в другом статусе. В общем, мы все проходим разные этапы, и каждый раз открывается какая-то новая бездна, и я по себе это тоже знаю. Вопрос Виталия, защищен ли ваш гайд как-то от копирования другими сайтами и авторами в Телеграме? Никак не защищен, и такой цели не стояло. Копируйте, как бы за гиппи-пасс мы не отвечаем, а копирование ссылкой, как сказать, гиперссылкой, пожалуйста. Копируйте, распространяйте, критикуйте, дополняйте, присоединяйтесь, вот, все, что угодно. Компай пишет спасибо за работу и создавает реализацию. Екатерина, будет ли статья о поступлении на бакалавриат во Франции? Есть ли образование на английском? Как проходит процедура поступления в зависимости от статуса во Франции? АПС, беженство, просить убежище, сама сейчас поступаю и смогу поделиться личным опытом. Вопрос отличный. Я, во-первых, вас приглашаю поделиться опытом и задать вопрос в форме обратной связи. Этот вопрос тоже туда задать. Лиза, что ты хотела сказать? Я хотела сказать, что статья есть. Читайте. Статья есть и мы будем пытаться дополнять ее. Я лично по своему опыту хочу вспомнить опыт французского университетского колледжа, потому что там готовили к поступлению и, например, готовили к французской системе написания текстов, потому что такой аналитический и синтетический пересказ. В общем, самостоятельно это, наверное, очень сложно узнать и очень хотелось бы этим делиться. Но уже есть статья. Алексей пишет, будет ли на файле «Пориск» статью по бесплатной юридической помощи сложно найти. Сразу скажу, что я, наверное, забежала вперед. Юридическая помощь находится на переводе, то есть она сейчас недоступна на сайте, в ближайшее время появится. По поводу поиска, Борь, может быть, ты ответишь? Вадим может дополнить, но у нас мы делаем это через Notion и просто зеркалим через отдельный сайт, чтобы люди могли переходить непосредственно туда и не путались с Notion. То есть это просто зеркало Notion, а поиск через Ctrl-F, Command-F специфических инструментов у нас там нет. Следующий вопрос соленый человек из РФ получает гуманитарную деньги, денег у него нет, финансовой помощи не ожидает. Куда бы ему обратиться в первую очередь? По всем социальным вопросам нужно идти в первую очередь, так это устроено, в ССС, ССС, то есть такой дом как-то по-русски сказать солидарной помощи при вашей мэрии. Опять же отправляю вас в статью по бесплатной юридической помощи, которой еще нет на сайте, но которая скоро на нем появится. Есть ли какие-то еще вопросы? Пока вы думаете над вопросами. Я думаю про последний вопрос могу ответить. Вы можете также идти посмотреть рубрику «Как найти работу?» «Как найти учебу?» и так далее. Это ответит на вопрос «Что нет денег?» И также есть рубрики про «Где можно бесплатно получить еду, помыться и так далее». Это тоже в гайде присутствует. Так, Лиза, да? Да, статьи, которые только что перечислила Ольга, уже видны на сайте. Их можно читать прямо сейчас. Ну, не хотелось бы на этой печальной ноте про помыться заканчивать нашу встречу. У нас есть прекрасные другие статьи. Как выйти замуж? Как подать налоговую декларацию? Как родить ребенка сказала, Лиза. То есть даже как родить ребенка. То есть технически все описано. Платон пишет ссылку на сайт. Сейчас я пришлю от себя. Добавлю, что еще в гайде мы стараемся отобразить как можно больше ссылок на сообщества разные, начиная с политического сообщества, чата Полит Париж, заканчивая чатом ученых, чатом родителей. Например, я, хотя я начал свою траекторию во Франции в 16-м году, только сейчас я узнаю, что есть чат ученых, хотя мне это было очень нужно. Поэтому, если есть какие-то чаты, которые мы не отразили, тоже пишите нам какие-то крупные сообщества, о которых мы не знаем. Мне кажется, тоже важно это все завинковывать и друг другу пересылать. И еще одна важная информация, мы также сегодня запустили Инстаграм и Телеграм-канал. То есть, если есть желание стать каким-то сообществом организованным вокруг этого гайда, то прекрасно можно вступить в Телеграм-канал и общаться с нами там. Есть еще какие-то вопросы? А какая там будет информация? В чате? Это, наверное, кто-то, кто только-только подключился, видимо. А, в чате Телеграма мы пока Гайд не закончен, будем обязательно публиковать информацию о каждой новой выпущенной статье и будем, наверное, предлагать также физические встречи с командой пишущей гайд. Да, то есть идеи гайда это взаимопомощь, да, и комьюнити, которая также будет помогать друг другу и просто общаться и периодически встречаться. Борь, пожалуйста, скини Инстаграм и Телеграм. Инстаграм у меня нет, на Телеграм сейчас скинул, сейчас я посмотрю презентацию. И Инстаграм и Телеграм одинаковые, то есть экзиля, нижнее подчеркивание солидэх. Ну, как я понимаю, они пока пустые. Они пока что, да, пустые. Сохраните себе адрес сайта, главное, адрес Ручи Леберте, и дальше все, что нужно, вы узнаете. В ближайшее время будем пить шампанское, в ближайшее. нам нужно придумать, где и как. Мы обязательно всем сообщим. Где у нас есть? Оля, Николай, есть какие-то на пункте заключительные слова? Мне бы хотелось еще раз всех поблагодарить и напомнить, что Руси Леберте нам уже 11 лет, и несмотря на то, что это первая значимая инициатива на русском языке, что у Руси Леберте есть много инициатив, и если какие-то волонтеры в связи с тем, что наиболее серьезная часть деятельности на 75% закончена, еще видят возможность к чему-то применить себя, то в частности для того, чтобы стать просто полноправным членом бюро, например, то вот в январе у нас Генеральная Ассамблея, и Оля всех приглашает, знаете, когда я учился на физфаке МГУ, у меня Кирилл даже был завкафедрой, и вот он говорил всегда, знаете, о нашей кафедре занимайте любые абсолютно места, это вот у него был такой вот самый главный месседж, что вот много довольных людей стал профессорами с того момента, и как бы вот очень бы хотелось, чтобы присутствующие, не только присутствующие люди сделали еще что-то хорошее, в том числе используя, ну, скажем так, силу Руси Леберте, что, конечно, совсем не обязательно, но наверняка это такой рычаг для реализации каких-то личных, может быть, не личных планов, которые помогут нам всем. Еще раз благодарю Олю, Лизу, Бориса, ну, и всех прочих. Спасибо большое. Спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Пока-пока. Пока. Продолжение следует...